современное поколение молодых людей вряд ли догадывается что хранится в этом сундуке а люди постарше однозначно знают что в таких футлярах хранятся швейные машинки производства подольского механического завода а ведь два три десятка лет назад они были чуть ли не в каждой семье каждая машинка напоминает произведение искусства она искусно украшена витиеватыми узорами и каждый экземпляр не похож на другой сейчас уже не выпускают такие изящные и красивые швейные машинки чаще всего современные модели напоминают кусок пластика в те времена был очень моден стиль модерн поэтому машинки старались украсить необычным образом компания zinger была основана в далеком 1851 году преодолев ряд неудач господин зингер добился того что его продукцию стали покупать во всем мире в начале 20 века было сложно и экономически невыгодно поставлять машинки в россию из америки поэтому руководство зингер решила построить завод в подольске дело это оказалось очень выгодным само строительство завода обошлось зингеру в копейки кроме того рядом с заводом была железная дорога что в разы облегчало доставку товара в разные уголки страны новый завод стремительно набирал обороты уже к началу первой мировой войны в подольске выпускалась более 600 тысяч машинок в год в россии было открыто порядка 3 000 фирменных магазинов зингер к тому же их отправляли покупателям по почте в начале 20 века было сложно и экономически невыгодно поставлять машинки в россию из америки поэтому руководство зингер решила построить завод в подольске дело это оказалось очень выгодным само строительство завода обошлось зингеру в копейки кроме того рядом с заводом была железная дорога что в разы облегчало доставку товара в разные уголки страны новый завод стремительно набирал обороты уже к началу первой мировой войны в подольске выпускалась более 600 тысяч машинок в год в россии было открыто порядка 3000 фирменных магазинов зингер к тому же их отправляли покупателям по почте машинки подольского зингера высоко ценились и за рубежом их заказывали из японии стран персии и китая к 1914 году подольский зингер стал вторым по сбыту швейных машинок после сша каждый год наш завод продавал продукцию на 63 миллиона рублей офис зингера был построен в санкт-петербурге здание было не только невероятно красивым но и считалось технически передовым в нем уже тогда были лифты и автоматическая система очистки крыш от снега так здание зингера выглядит в наши дни к счастью завод не сильно пострадал во время войны в 1923 году производство швейных машинок зингер было восстановлено с одной оговоркой теперь они выпускались под названиями гошевей машина и пмс подольский механический завод долгое время конструкции дизайн машинок были неизменны настолько удачными они оказались неудивительно что вокруг этих машинок сложилось множество легенд уважаемый друг не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями а также подписаться и прокомментировать до встречи в новом видео